В Омске из-за ошибки в фамилии перепутали пациентов. Пожилого мужчину увезли на скорой помощи в больницу имени Кабанова с подозрением на инсульт. Родственники несколько дней носили больному передачи, как оказалось позже, его тезке. В то время как парализованный человек без сознания лежал в другой больнице. Подробности у Юлии Бобровой. Три дня Татьяна Алабугина носила передачи совершенно чужому человеку. Ее брата Сергея Шульпина в начале февраля увезли на скорой помощи с подозрением на инсульт. В больнице имени Кабанова подтвердили, Сергей Сергеевич действительно лежит у них, в хирургическом отделении. Но попасть к нему нельзя в медучреждении карантин из-за гриппа. Женщина позвонила лечащему врачу. И тут начались странности. Оказалось, у пациента вовсе не инсульт, а аппендицит. Говорит, да, но нужен ему пояс послеоперационный. Я говорю, да он такой худой, у него операция на сердце. Он говорит, да нет, он у вас упитанный. Я говорю, ну ладно, тогда мы поедем, привезем. Пеленки, памперсы, телефон. В воскресенье мне вот этот мальчик уже получается, 11 число, звонит утром. Я говорю, а почему вы с моего брата телефона звоните? А он говорит, а вы кто? Я говорю, я Шульпина Сергея Сергеевича, родная сестра. Он говорит, я тоже, но я Шульгин Сергей Сергеевич. Оказалось, все это время передачи получал вот этот молодой человек. Сергей Сергеевич Шульгин никак не мог сказать людям, которые носили ему продукты и одежду, что они ошиблись пациентам. Меня удивило то, что никто не сознается, кому же спасибо говорить. На следующий день, примерно в это же время, приходит еще один пакет с такой же бумажкой. Ну, первая хирургическая, коридор, Шульгин Сергей Сергеевич. И лежал телефон, в пакетике телефон. Начал с ней разговаривать, как бы, с чего телефона я звоню. Она говорит, Сергей Сергеевич. Я говорю, ну, очень приятно, меня зовут Сергей Сергеевич. У меня фамилия. Шульпин. Я говорю, а я Шульгин. А 60-летний брат Татьяны, который перенес инсульт, все это время лежал по соседству. В больнице скорой медицинской помощи номер один. Его там записали как бездомного и толком не заботились. Так говорят родственники. Мы идем, нам спрашиваем, где 400, пятая палата. А к кому? К Шульпину Сергеевич. А к этому бомжу? Я говорю, я вам покажу такого бомжа. Смотрим, он действительно лежит как бомж. Еда его вся на столе, капельница вся разлитая на полу, весь в крови. И все. Больные сказали, говорит, он ничего не ест, его не кормят. И капельницу он выдергивает, никто за ним не смотрит. В региональном министерстве здравоохранения отказались комментировать ситуацию. Но теперь за Сергеем Шульпиным ухаживают как следует. Впрочем, он снова лежит в реанимации. Как говорят родные, из-за путаницы в документах медики упустили драгоценное время на лечение. Пациент парализован после приступа. Его состояние по-прежнему тяжелое. И пока, по прогнозам врачей, улучшений не будет. Юлия Боброва, Александр Рябуха. Новости. Здесь Омск.